Более 150 миллионов человек по всему миру страдают бронхиальной астмой. Одна из самых сложно поддающихся лечению болезней дыхательных путей чаще всего имеет аллергическую природу. А потому период обострения заболевания приходится на период активного весенне-летнего цветения, когда в воздухе особенно много раздражителей. Цветочная пыльца буквально преследует человека повсюду. Бронхиальная астма – это классическое, в основном, аллергическое заболевание, которое характеризуется наличием у пациентов, как правило, у тех пациентов, которые имеют аллергии на какой-то респираторный дыхательный аллерген. Одного из трех симптомов – это приступообразный сухой кашель, как правило, ночью, это свисты в грудной клетке, которые слышит сам пациент или человек, стоящий рядом, это тоже происходит, как правило, ночью, и стеснение грудной клетки или приступы у души, которые тоже, как правило, все-таки происходят ночью, хотя, в общем-то, могут быть и днем. К факторам, способствующим возникновению и развитию бронхиальной астмы, специалисты относят питание, профессиональную деятельность, связанную с так называемыми вредными производствами, использованием химических, мойщих и чистящих средств, неблагоприятную экологическую ситуацию, наличие аллергических раздражителей и микроорганизмов, а также наследственность. Притом, согласно данным статистики, у одной трети больных заболевание носит именно наследственный характер. Сейчас, на нынешнем этапе развития медицины, это заболевание считается, ну, конечно, неизлечимым, потому что речь идет о дефекте гена, но речь идет о так называемом качестве жизни. То есть прием базисной терапии, а базисная терапия – это ингаляторы, как правило, гормонсодержащие, дает стабилизацию процесса, успокаивает этот процесс, и люди могут вести в полноценный нормальный образ жизни, не испытывая каких-то симптоматики. Но единственное, что принимать препараты нужно практически пожизненно. Надо, конечно, с самого, можно сказать, с юных лет вести нормальный образ жизни. А что это такое нормальный образ жизни? Это, во-первых, ну, если можно, конечно, придерживаться какого-то распорядка. Начинать утро свое, значит, с физзарядки, вот, чтобы в жизни было меньше стрессов. Как-то так вот строить свою жизнь и подбирать себе такую работу, которая тебе нравится, на которой стрессов будет меньше, чтобы она доставляла тебе удовольствие. Ну, и, конечно, заниматься физкультурой. В свободное время надо делать прогулочки по лесу, если можно, где-то по парку. Устранение аллергических раздражителей, соблюдение всех рекомендаций и назначений врача, здоровый образ жизни и избавление от вредных привычек, быть может, и не излечат от коварного недуга, но помогут смягчить его течение и сохранить качество жизни, так как периоды ремиссии могут продолжаться в течение нескольких лет.